Правда об инвестициях в искусство. Интересует вас эта тема или нет? Но когда-нибудь вы все равно ее коснетесь. И захотите узнать, а существует ли вообще такое понятие, как инвестиции в искусство? Что они нам с вами дают? Они дают нам какое-то духовное преображение, да? Или какое-то богатство? Или это прям конкретное вложение денег, и все равно, что там нарисовано. Воснецов или Айвазовский, Малевич или Кандинский, или кто-то из современных художников, Ботанков или Кошляков. Какая разница? Вложили деньги, они полежали в этих картинах, да? Потом картины продали, заработали, вот тебе и есть инвестиции. Так да не так. Очень много интересного в этой теме. И от того, за сколько купить того или иного художника, и где купить, в каком месте, в галереях или в аукционах, а еще важнее, где потом продать. Это все понятие инвестиций, естественно. Мне вам объяснять, господа инвесторы, какой срок выдержать эту картину, чтобы она приобрела какую-то стоимость, и где ее потом продать с хорошей прибылью. Все эти вещи вы услышите на канале Артсейл Инфо, где это прям разбито по пунктам. И выбрать время, и определить цену, и определить место, где купить и продать, и определиться с подлинностью, что самое важное в вашей покупке. Хорошо ли купить подлинную картину дорого, или лучше купить фальшивую, но дешево. Это все важные темы. Мы на них отвечаем на канале Артсейл Инфо. Сдабривая все эти вещи, очень практичные, интереснейшими историями из жизни художников, создание картин, которые влияют, в том числе и на цену, и на инвестиционную привлекательность, и на ликвидность ваших картин. Все очень важно. Тема широченная, которая еще к тому же вас абсолютно точно и заинтересует, и развлечет, и добавит вам великолепного самочувствия и здоровья. Инвестиции в искусство. Артсейл Инфо. Артсейл Инфо. Артсейл Инфо.